Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! На гастрит и сода доктор Хаус высказал свое мнение. Оно мне не понравилось и я этого пользователя буду удалять. Но попутно, попутно. Я вам расскажу свою точку зрения, свою психологию. И вот этот комментарий доктора Хауса, он подтолкнул у меня проблему рассмотреть гораздо шире, нежели, так сказать, она изложена, проблема межличностных отношений. Это наиболее сложная вещь, которая делает жизнь человека, ну будем говорить, поганой. Если в этом деле не разбираться, то, а с этим, с личностными отношениями мы сталкиваемся постоянно, то можно очень сильно испортить самому себе жизнь, не понимая, что, что, как, и считая, что весь мир какой-то не такой, как ты. А может, дело в тебе, в саму. Мой разбор не претендует ни на какое, как бы сказать, стопроцентное, что я тут прав. Я вам излагаю свою точку зрения, вот как я ее излагаю. И немножечко окочнемся в межличностных отношениях. Вот смотрите, эти межличностные отношения, настолько они пронизывают нашу жизнь и влияют на наше сознание, что как раз порождают массу всевозможных недоразумений и психосоматических заболеваний. Начиная от того, разного рода религии. Одна такая религия, другая такая религия. Далее так просто, то, что на ум приходит. Это есть праворукие машины, есть леворукие машины. Неужели нельзя было договориться насчет того, чтобы это все как-то ездило. И каждый, я так понимаю, выдвигает свои там доводы, что это так лучше, это сяк лучше. Брать друзей. Вот у него одно мнение, у тебя другое мнение. И, как бы сказать, эти мнения могут быть даже противоположные. Где-то там сходиться, где-то не сходиться. Внутри семьи. Жена одно хочет, высказывает, вы там что-то другое хочет. Ребенок третье хочет. Бабушка с дедушкой четвертая еще что-то хочет. Как разобраться во всем? Что, знаете, иногда бывает так, что тебе хочется, ну, как бы сказать, не избавиться от этого человека, а, как бы сказать, вот, ну, высказать свое мнение, ему там глаза или еще как-то. А у тебя не хватает смелости, не хватает решимости. И люди вот так, особенно в семье, муж там с женой, дети там с родителями и прочее, прочее. И в коллективе, в трудовом тоже самое. Они так и живут вот под каким-то таким вот нётом, под каким-то вот этим вот, знаете, с коробленным сознанием, и они вот это вот все внутри себя несут, вроде бы, да-да-да, да, ну, ну, жить надо. Муж с женой одна площадь, ну, как развестись там или еще там дети. В коллективе потеряешь работу, что, чё, как, да, где-то ты там примиряешься. Ну, и, короче, масса-масса всевозможных. И я вам изложу, так сказать, свою точку зрения. И как раз вот приведу, например, с доктором Хаосом. Он, как я считаю, он может, конечно, посчитает по-своему, и это нормально, вообще нормально. То есть я хочу донести мысль следующую. Как разойтись с человеком, с которым вас свела судьба, ну, с которым что-то у вас не получается, чтобы у вас не было ни сожалений, ни уразения совести. И это, конечно, важно и для того человека, но это даже более важно для вас, чтобы вы легко и спокойно, допустим, ну, грубо говоря, развелись, без всяких сожалений каких-то, вот осознанно и, знаете, даже как-то это самое, вот они кончились, эти отношения. Грубо говоря, там дружба закончилась, там, грубо говоря, бизнес там закончился, чтобы все у вас было, знаете, как бы по полочкам разложено, и вы осознанно сделали этот шаг в своей жизни, и потом об этом никогда не жалели. И восприняли это как своего рода опыт, который вы прошли, и благодаря которому вы обогатились. И внутри вас спокойно все ровно хорошо. Ну и начнем. Значит, гастрит и сода. Давайте немножечко напомним, о чем там была речь. О чем там была речь, гастрит и сода. Итак, начнем. Гастрит и сода. Доктор Хаус дает свой комментарий. Я его сейчас буду комментировать и рассказывать, почему я хочу этого человека забанить и не видеть у себя на канале. Без обиды. Ну, просто без обиды. Так объясняю. И для себя, и для вас. Потому что все мы постоянно сталкиваемся с межличностными отношениями. Ага, как все просто у тебя на словах. А практика показывает обратное. Пока это ни о чем фраза, да? Твоя сода, позвольте, твоя сода. Теперь начинаем. С чего все началось? Петрович, здесь в комментариях возникла дискуссия по поводу лечения гастрита с содой. В каких случаях и при каком гастрите нужно пить соду? Какие процессы происходят при приеме бикарбоната в ноту при пониженной и повышенной кислотности? Вообще, почему возникают проблемы с кислотностью? Дальше. Люди пишут о своем опыте и так далее. То есть, твоя сода. Я что? Даже в гастрите соды. Говорю, что твоя сода. Что я вам рекомендую соду. Твоя сода уничтожает эту слизь в желудке. Вообще, мне приписывают то, что я вообще не говорил. Так, именно по этой причине ее нельзя принимать долго. Ага. Ну, хорошо. Я тоже об этом здесь не говорил, да? Но есть индивиды, которые ее пьют годами вроде бы. Я сам таких не встречал и против соды ничего не имею. Ага. Он против соды ничего не имеет. А твоя сода при чем тут? Какой-то комментарий непонятный. Дальше. Значит, насколько он рассказывает. Я, значит, рассказал в этом видео, что в зависимости от того, что мы съедаем и как мы съедаем, значит, возникает кислая среда, грубо говоря, в желудке, там, более-менее, там, менее кислая. Значит, период отдыха желудка, значит, образование в нем слизи для того, чтобы это... Что он, значит, пишет? От стресса спазмируется клапан двенадцатиперстной кишки, как все органы ЖКТ. Ну, хорошо, спазмируется. Желчь не может пройти в двенадцатиперстную кишку. А куда она тогда может пойти? Конечно, в желудок. Светочный наш. Ты даже простых вещей не знаешь. Человек дал свое объяснение. На основании, допустим, чего я вот сделал такое, как бы сказать, объяснение, такое объяснение работы желудка с учетом своего собственного опыта, когда у меня была изжога. Не знаю, там, изжога повышена, кислотность или еще там что-то там-то такое. Не будем в это дело вдаваться. Значит, вот при изжоге тоже там что-то советуют, там, принимать соду, якобы там, гаситель или еще что-то. Я просто-напросто разобрался для себя, что в зависимости от того, что ты принимаешь и как ты принимаешь, у тебя образуется вот повышенная действительно, ну, как бы сказать, ну, скажем так, хрен с ним, кислотность в этом желудке. И начинается изжога. То есть, я так понимаю, изжога дальше следует уже гастрит, с гастритом будет язва. И плюс еще, плюс еще вдобавок, значит, страдает поджелудочная железа как раз как палкой. То есть, просто-напросто из-за того, что я употреблял в пищу продукты, приготовленные на томате. То есть, вот эта вот томатная паста, килька в томатном соусе и так далее. Вот эти томаты. Значит, прекрасная пища, как только я ее, помню, тогда употреблял, у меня, значит, возникала не просто там изжога, а у меня возникали уже боли, то есть в поджелудочной железе. Можно было, ну, принимать лекарства, как советуется, и прочие-прочие вещи. Я же разобрался с питанием, устранив продукты, которые вызывают вот эту вот, будем говорить, повышенную выработку вот этой, будем говорить, ну, не желчи, продукты, которые стимулируют печень и перевозбуждают жизненный принцип желчи, а это желтые продукты, особенно, значит, томатная вот эта паста, килька в томатном соусе особенно, значит, мед, если много, ну и некоторые другие. Я их просто-напросто исключил, и как бы я ни ел, все у меня было нормально. Не хочу сказать, что от стресса там что-то там не делается. Значит, если вы нормально питаетесь, так мы дальше разбираем, если вы нормально питаетесь, ну, у вас возникает все время вот эти вот какие-то на основании межличностных отношений непонятки, и у вас все внутри там сжимается, значит, вот эта причина, которая вызывает, то есть она уже нарушает пищеварение, опять-таки пища, вот смотрите, видите, как дальше, важно начать, и потом цепочка пойдет, пойдет, пойдет. То есть мы, смотри, от стресса спазмируется клапан кишки, как и все органы ЖКТ, желчный может пройти в 12-перстную кишку, куда же она пойдет, конечно, в желудок, ты даже простых вещей не знаешь, она пойдет в желудок. А я бы не сказал, что она может пройти в желудок, в желудок, если, смотрите, спазмируется клапан 12-перстной кишки, спазмируется клапан, который выпускает содержимое от того же стресса, следуя логии, выпускает, значит, содержимое желудка в 12-перстной кишке, он тоже зажат. И в результате всего этого пойдет ли желчь в желудок или не пойдет. Но в любом случае, в любом случае, если там вот этот клапан 12-перстной кишки зажатый, у вас пища будет находиться гораздо больше в желудке. Плюс еще, согласно логике доктора Хауса, туда может заброситься еще вдобавок еще желчь, который уничтожает вот эту всю слизь, значит, делает ожог слизистой. То есть вот вам механизм порчения. Это, на мой взгляд, не знаю, как это на ваш взгляд, но это на мой взгляд. Простых вещей я не знаю. Хорошо. Таким образом и раздражая слизистую желудку мы получаем гастрит. То есть это описан, как бы сказать, ну, согласно мнению доктора Хауса, один механизм возникновения гастрита. Можно с этим согласиться, чисто теоретически, почему бы и нет. Я изложил свою точку зрения в зависимости от того, как человек есть, что человек есть. То есть вы можете прекрасно отрегулировать свое пищеварение и избавиться от этого гастрита с помощью пищи. Естественно, должен быть спокойный прием пищи. Правильная подача, один продукт, чтобы все было быстро переварилось, уходило, и давать возможность слизистой восстанавливаться желудка. Плюс еще указал, что голодание. Так, и как раз я рассказывал, значит, какие процессы происходят при приеме, при пониженной, повышенной кислотности. Да, вот это вот все. Если человек не понимает причину, вот я еще ходил и про себя все это думал, вот как это всю эту тему преподнесли. Если человек не понимает причину и пытается, не поняв причину, вот так вот решить, какие процессы происходят при приеме бикарбоната, то есть с бикарбонатом и все, я приму, там само все сделается. Вот только надо узнать, кислая следа или там щелочная, грубо говоря, в желудке образуется. И тогда все сделается. Позвольте. Я как раз говорил, у вас не было никакого гастрита, ничего, все было нормально. И вот вы исследуете причину, что вы едите, после чего у вас возникает. Либо же, что у вас было, что вы пережили, что после чего у вас возникл сбой. То есть вот на что надо действовать. Не на прием карбоната, там, не еще так что-то, а надо понять причины и их устранить из своей жизни. Как я устранил те продукты, которые вызывают у меня изжогу, ее не стало. Как я устранил продукты, которые вызывают у меня обострение вот этого поджелудочной железы, как палка, удар, очень неприятная боль. Тоже это не стало. Вот не стало и все. Мы получаем гастрит, значит, однозначно. Вот спазм и все. Больше, как бы сказать, ничего. Или так. Твои врачи, далее, твои врачи, никак не учитывают индивидуальность человека. А при чем тут мои врачи? Что у меня тут врачи какие-то? Вот что это за фраза означает? Твои врачи. С каких соображений доктор Хаус взял вот таких бряхнул? Твои врачи. Будто я, грубо говоря, вот лично у меня создается впечатление, будто я какой-то мультимиллионер, и вокруг меня скопища врачей, которые следят за моим здоровьем, что я ем, как я думаю. Грубо говоря, тара-та-та-та-та-та-та-та. Твои врачи. Не учитывают индивидуальную конституцию человека. А я лично учитываю вообще-то индивидуальную конституцию человека. Но вопрос-то был. Вопрос-то был. Какие процессы происходят при приеме бикарбоната внутрь, при пониженной и повышенной кислотности? Вообще, почему возникают проблемы с кислотностью? Люди пишут там свои опыты и так далее, и так далее. Вот то есть вопрос. Почему возникают проблемы с кислотностью? Если так, мы убираем все эти стрессы и зажимы. Почему они возникают? Они возникают в желудке из-за того, что мы съели. Почему желудок реагирует выделением на ту или иную пищу крепостью соляной кислоты? Она может быть гораздо крепче, менее крепче. Плюс еще выделяются различные другие пищеварительные ферменты для того, чтобы подготовить этот продукт для усвоения в тонком кишечнике. Проблемы с кислотностью возникают от питания. Никак не учитывают индивидуальную конституцию человека. Индивидуальная конституция человека, конечно, влияет. И я уже несколько сказал о том, что, допустим, для меня продукты желтого цвета, пережаренные, вот особенно томатные, они влияют вот так, что она перевозбуждает. Жизненный принцип желчи, который выражается сначала в изжоге, потом, значит, в воспалении поджелудочной железы. Устраняем и все уходит. Лично я, лично я, придерживаюсь. И это же, знаете, больше скажу. Я один из первых людей, который для русскоязычного населения рассказал об индивидуальной конституции просто и ясно, что вам стало понятно, что это такое, и главное, как с этим можно работать. Не такие, как, знаете, вот Доши, Пита, Вата, Капха, что это такое, с чем их едят. Индивидуальная человека, как и ты сейчас с пеной во рту, врачи не учитывают, как и ты сейчас с пеной во рту. Позвольте, опять-таки, вот с пеной во рту, вот это вот надо что-то тут сказать такое. Вопрос, опять, я же не зря вот это все выкинул, вопрос, в каких случаях и при каком гастрите нужно пить соду? Ни при каком ее не надо пить соду. Это все регулируется с помощью питания. Какие процессы происходят по приеме бикормоната внутрь при пониженной повышенности кислотности? Вообще, почему возникают проблемы с кислотностью? То есть тут нету, твои врачи нету, вопрос идет об этом. А тут примешивается еще индивидуальная конституция. То есть, знаете, я так вообще-то понимаю, желание в простом комментарии охватить вот эту огромную необъятную проблему. Я же отвечаю четко на поставленный вопрос. Все, у меня вот на это ответил и дальше не распространяюсь. С пеной во рту. Зачем это? С пеной во рту. Доказываешь нам, доказываешь нам. Влияет она на кислотность или нет? Нет, значит, это однозначно влияет. Просто у некоторых ее очень много в желудке. Вот и весь секрет. Возможно, у одних будет больше, у других будет ее меньше. Но в любом случае, вот эта вся эта кислотность, это зависит от того, что вы кушаете. Это мое мнение. Но главное, посыл, вот этот вот посыл. Я очень хорошо давным-давно чувствую человека, с которым там переписываюсь или там разговариваю, как он там. Твои врачи, значит, с пеной во рту доказываешь, влияет на кислотность или нет. Что влияет на кислотность или нет? Сода, что ли? Просто учитывая очень много в желудке, вот весь секрет. Так, я против соды ничего нею, потому и кому помогает на здоровье. Хорошо, разобляли. Так, а ты, Санкт-Петрович, явно возгордился и смеешься над людьми, которые делятся своим опытом. Не знаю, может у кого-то сложилось мнение, что возгордился и так далее. Я бы просто-напросто, просто-напросто вот этого всего вопроса про соду не приводил. И если посмотреть комментарии к этому видео, многие сказали, вот разобрался, в конце концов, понятно. Принимать эту соду, пригострить или не принимать. Что там, что там такое? То есть, многим людям стало ясно. Я привел их опыт, а не игнорировал просто-напросто. Та, мол, ерунда какая-то. Возгордился, смеешься. Такие лекции, бла-бла-бла, а многие совершенно другого мнения оказались. Я могу сутками читать, а на практике все по-другому, и не мне тебе это обосновывать. Вы вот напишите, значит, насчет вот этой вот гастритой соды, насколько вам эта тема стала понятной, чтобы вы так рассказали. А такой, как я, подхожу к делу скрупулезно, да, учитывая психосоматику, свою природу, сезонную активность в органах фазы луны и питаюсь по своей природе. Ну и хорошо, и питайся. Как-то я до этого что-то говорил, и тут написано, и ты меня троллишь. Откуда, откуда это, что, откуда, что, откуда-то, знаете, вот-вот, у меня сложится такое впечатление, что мы с вами не смотрели какого-то видео, в котором я троллил доктора Хауса. Ты на себя посмотри, сам ешь, попало и думаешь, все такие. Ага, уже переключились мы на личности, вот, значит, я троллю, значит, вот, посмотри там на себя и так далее. Насчет этого я хочу сказать, вот это касается межличностных отношений. Важно другого человека понять, не обязательно его принимать, его надо понять, что, что, как, обосновать, где он прав, где он там не прав. Это все сделать такой анализ для себя и потом решить на будущее, следует ли с ним дальше тесно соприкасаться, допустим, в семье, там, грубо говоря, жить, дружить, работать и делать какие-то совместные проекты и прочее, прочее, прочее. И самому быть на основании своих действий, своих умозаключений, своего, вот, будем говорить, поведения и это, быть довольным собой. Это не значит, что за счет кого-то, чтобы вы там сказали, так и всяк, вот ты там, а я тут, это там. Жизнь – это ваше сугубо личное явление. И важно в ней чувствовать себя в своей тарелке и не допускать, чтобы в эту тарелку лезли другие люди и что-то там, знаете, вот это самое, делали такое, чтобы вам некомфортно становилось в ней. Дружите, общайтесь с теми людьми, с кем и вам комфортно. Ну да, от пищи мы получаем гастрит, я смеюсь над тобой, смеюсь над тобой, да. От пищи мы получаем гастрит. Ну это его мнение. Мое мнение, еще разок, я хочу сказать, цепочку, я эту на себе очень хорошо проследил. Изжога, вот это вот, значит, воспаление поджелудочной железы, которые там проявлялись, а потом дальше. От пищи. Что это, лично у меня это все происходило от пищи. Я приходил, допустим, грубо говоря, в елке-палке, в хорошем настроении, съедал рис, заправлял его, значит, вот этой вот поджарочкой с этим самым, с бюстроганами, там поджарочка вот эта как раз была томатная. Ел с прекрасным настроением, без всяких стрессов. И уходя на выходе из этих елок-палок, я получал боли и недоумевал. Пришел в хорошем настроении, заплатил деньги, вкусно поел, а вышел больной. Что тут, что тут такое? И плюс, в зависимости от того, что мы с вами съедим, мы с вами можем такую, да вы сами прекрасно знаете, на празднике мы с вами можем такую. Замес сделать, что потом не переварим. И больше всего обращение в скорую помощь происходит именно от того, что люди переели. Смешанная пища, у них есть такое выражение, желудок стал, он не знает, что делать. Он не может выполнять свои функции из-за того, что он перегружен, и причем перегружен в такой пище и в таком сочетании, в которую он не может растянуть. И поэтому приходится часто применять рвоту, чтобы освободить желудок. Значит, я смеюсь над тобой. Хорошо, смейся, я не возражаю. А я просто-напросто тебя заблокирую, да и вся недолга. Причина гастрита сидит в психосоматике. И не только гастрита, а всех болезней. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Психосоматика. Вот смотрите, психосоматика. Человек объедается, он начинает жреть, и у него возникает там сахарный диабет. Человек начинает курить, 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 у него начинают возникать эти самые. Человек там, грубо говоря, увлекается этим, начинает, значит, буль-буль-буль-буль-буль-буль. У него возникает это. Причем тут психосоматика. Есть, да, вещи, которые происходят от того, насколько уравновешена наша психика Несомненно, это есть Но есть и такие, которые зависят от черт характера Что вы любите, что это Я для себя это все разобрал, так успокоился Вот видите, все это разбираю, все это рассказываю О всех болезнях, вот так однократно О всех болезнях и все Причем тут психосоматика Если у человека грибок Если у человека какое-то заразное заболевание Если у человека еще что-то Если человек там просто простыл Огромное количество причин, которые могут воздействовать Помимо психосоматики Поэтому и нужен комплексный подход Но, позвольте, вопрос-то опять-таки был В каких случаях и при каком гостите нужно применять соду? Не при каких Какие процессы происходят при приеме бикарбоната? Ну, при пониженной и повышенной кислотности Вообще этот вопрос не вяжется А этот бикарбонат не нужен для того, чтобы поднимать или опускать кислотность Он не нужен там Вообще, почему возникают проблемы с кислотностью? Ответил на это Возникают из-за питания А вот этот бикарбонат, когда мы употребляем натощак Гошенную вот эту вот, да, соду Она действует совсем по-другому Натощак Немного Прошла И она пополняет наши там Буферные системы крови, чтобы сделать ее более устойчивой Ну, еще, конечно, ряд других Но я думаю, это основное Комплексный подход А комплексный подход В данном случае у доктора Хауса заключается в том Что психосоматика – это все болезни Я правильно понял или я неправильно понял? Можете меня поправить Дальше А у тебя, получается, пейте соду и не болейте О! Видите, какой выворот Где это? Где это? Я говорю, что пейте соду и не болейте Это значит, вот это вот Белое сделать черным Или наоборот, вот это все это вывернуть Я говорю, что вообще А у тебя, получается, пейте соду и не болейте Я вообще, значит, против соды С целью нормализовать, значит, это самое Слизистую желудка А тут уже у тебя, получается, я это, знаете, вот-вот Я придумал, я сказал Ржу не мажу Вот такой вот получился разбор И еще я хочу сказать Следующее, дальше уже Как бы сказать, обобщить Вы для себя, общаясь Психология – это общение или вообще При общении Вы общаетесь с различными людьми С кем-то приятно, с кем-то неприятно Вы поймите другого человека Как бы сказать, ну, немножечко войдите в его шкуру Почему он так мыслит, что он там выслит Даже со своей стороны его оправдайте Что это не злостный какой-то человек Грубо говоря, ну, вот муж с женой там прожили И потом вот что-то дальше у них не получается Это не значит, что плохой Ну, вам не подходит Ну, подходит просто-напросто и все Вы все это дело, так сказать, разумно Обхумекали и спокойно, так сказать, и разошлись Нежели там дальше тянуть вот эту лямку Одна площадь, что-то отделить и так далее И при этом вот этому, знаете, вот болоте жить Вот во всех этих психосоматических закрутках этих Разберите для себя человека Что, как, особенно если вы его близко знаете Что, что, как Стоит с ним общаться, не стоит И когда вот этот разбор, анализ у вас закончится Вы уже, решение придет само собой Общаться с ним или не общаться И легко и спокойно вы с ним расстанетесь При этом еще скажите Расстаюсь с тобой Ну, не сошлись мы в мировоззрении Я забираю свое Тебе отдаю твое И каждый пошел своим путем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!